Я же сказал, чтобы не звонили, если это не срочно. Что нужно? Брат, Тарык кого-то ранил. Ему нужно спрятаться. Он просил помощи. Тарык, брат на Шинише? В деле замешана девушка. Он хочет спрятаться. Что делать с этим засранцем? Только посмотри на эту сволочь. Как ему приспичит, так он сразу вспоминает о нас. Вот так всегда и бывает. Ладно, сажай его в машину и присылай сюда. Тут безопасно. Что случилось? Иди сюда. Ты не представляешь, какую птичку я нашел. Он как раз подходит для задания Хелин. К тому же он не выдаст нас. Да ладно, кого ты нашел? Сюрприз. Умер. Что? Позвони Ильясу. Я переживаю. Хорошо сейчас. Мог бы и позвонить. Гудки идут. Ильяс, братишка, где ты пропадаешь второй день? Мы все умираем от беспокойства. Я ищу их. Я не вернусь, пока не решу эту проблему. Умер, за меня не тревожьтесь. Все, колбаса готова. Я отключаюсь. Позже позвоню. Ильяс, Ильяс! Положил трубку. Брат, сначала плотно поедим. Голова будет лучше работать. Ешь, брат, ешь. Приятного аппетита. Что он говорит? Как там дела? Говорит, я ищу след и не приеду, пока не решу проблему. Пожалуйста. Я же говорила. Что за безумец? Он окончательно спятил. Позвони снова. Пусть возвращается. Отправим полицию. Нельзя же делать это в одиночку. Позвони ему опять. Сейчас. Нет, можешь зря не звонить. Да, недоступен. Рык. Это опасное дело. Ты это понимаешь? Нет, для меня нет опасности. Но они на самом деле страшные люди. Ты лучше о себе побеспокойся. Как ты справишься с ними в одиночку? Когда начнется облава, ты прикрой свою спину и достаточно. Остальное я беру на себя. Главное, чтобы тебя отвезли в нужное нам место. Насчет этого можешь не сомневаться. Меня доставят по нужному адресу. Те, кто позвонил мне, мелкая сошка. Они не успокоятся, пока не доставят меня своим приказчикам. Когда я им позвонил, они этому обрадовались. Они не обрадовались. Знаешь, когда полиция будет их увозить, мне будет, что сказать им вслед. Все будет отлично. Все будет хорошо, брат. Замечательно. Как только я найду их, ваш долг будет выполнен. Остальное я сделаю сам. Ильяс, ты говоришь, что они похитили ребенка. Они опасные люди. Они вооружены. Именно поэтому вы не должны впутываться в это дело. Я не хочу подвергать вас риску. Брат, мы ни за что не пустим тебя в гущу опасности. Вот тогда вы и нарушите все мои планы. А говорим это сразу. Будете делать вид, что вы работаете на стройке, ясно? Послушайте, они похитили моего ребенка. И я не успокуюсь, пока не упеку их за решетку. Я не наделаю глупости, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, прошу вас. Ну, хорошо. Ладно. Хорошо, как знаешь. Тарык, я буду ехать прямо за тобой. Ты мне маяк не на сотовые. Когда будете выезжать, я отправлюсь следом. Но будь очень осторожен. Они все сущие дьяволы. Могут догадаться, что за мной следят. Я понял, не волнуйся. Тарык, запомни, теперь брат Жемшит обязан тебе по гроб жизни. Не стоит. Ты отличный парень. И никогда не поступай прометчиво. Ни в коем случае не делай первое, что взбредет тебе в голову. Субтитры создавал DimaTorzok Я заглажу свою вину, Асия. Ваша жизнь будет в безопасности. Вам больше нечего будет бояться. На данный момент абонент недоступен. Твой папа опять наломает дров мимо. Я знаю. Асия. 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 Благодаря. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Хорошо, мы все сделаем Но повсюду разосланы наши приметы Поэтому мы не можем действовать Мы нашли для этого надежного парня Что? Вы сюда кого-то вызвали? Вы что, идиоты? Что вы за люди? Что вы за тупицы? Не могу поверить Поразительно Поразительно Тут стройка Дальше нужно идти пешком, чтобы не привлекать внимание За той горой есть дома, о которых мы говорили Мы проверим, кто там обитает Хорошо, пошли Что это за звуки? За горой идет стройка Шум оттуда Вы же говорили, тут глухомань У них другая дорога Они тут не проезжают Ты стала параноиком Доверься нам Алло Я подъехал туда, куда ты сказал Здесь я высажу парня Остальное пусть пройдет пешком Хорошо Отправь, мы его встретим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok